Семя Семя является результатом оплодотворения семя-почки путем опыления. Оно состоит из эмбриона, окруженного питательным слоем. И защищенного пленкой, которая называется оболочкой. Размер питательного слоя зависит от вида растения. Внешний вид семян может сильно различаться. Их форма, размер, цвет и текстура изменяются в зависимости от растения. Из этих семян вырастут здоровые и энергичные растения, которые в свою очередь произведут новые семена, таким образом продолжая цикл жизни. Семена могут распространяться на меньшее или большее расстояние от растения матери. В зависимости от вида и конкретных условий, семена могут просто упасть на землю у подножия материнского растения. Или они могут рассеиваться намного дальше ветром или благодаря животным, к меху которых прикрепляются семена. Цель состоит в том, чтобы распространиться как можно дальше. Таким образом, ветер, вода, насекомые, птицы и другие животные стают неосознанными посредниками распространения семян. Семена обладают необычайной способностью ждать. Иногда очень долгое время, пока внешние условия не станут подходящими для их развития. Это время называется периодом покоя. Семена выйдут из этого периода покоя благодаря различным видам стимулов. Например, некоторые семена должны побывать в желудке животных и быть обработанными пищеварительными ферментами. Таким образом, садовник может ускорить выход семени с периода покоя, имитируя один из этих факторов. При посеве вы должны убедиться, что соблюдаются все условия, способствующие прорастанию. Количество воды, температура, уровень освещенности, глубина в земле, подходящий сезон для конкретного сорта. Продолжительность жизни семян, то есть период времени, в течение которого они могут прорасти, зависит от вида. Например, способность к прорастанию семян пастернака сохраняется только год. Семена цикория, с другой стороны, остаются в силе в течение 10 лет. Как только этот период истечет, их всхожесть упадет. Чтобы проверить плодотворность семян, можно провести тест на прорастание. Для этого нужно сравнить количество посаженных семян с числом растений, которые выросли с них. Чем старше зернышко, тем меньше шансов на прорастание. Сохраняемость семян зависит также от условий сушки и хранения. Во-первых, семена должны быть идеально сухими. Во-вторых, хранить их нужно только в сухом, прохладном и темном помещении, без скачков температуры. Теплая и влажная среда может отрицательно повлиять на качество семян. Нужно также быть осторожным с маленькими насекомыми, которые грызут семена. Чтобы избавиться от них, стоит оставить семена на несколько дней в морозильник. К тому же, это отличный способ хранения, потому что все семена могут выдержать ледяную температуру минус 18 градусов Цельсия. Несколько дней в минусовой температуре в пластиковых или бумажных пакетах только продлят жизнь семян. Однако для поддержания жизнеспособности семян необходимо регулярно выращивать новые семена. Это обеспечит их адаптацию к быстро меняющимся экологическим и климатическим условиям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok